Подзаголовок. Голосование за кандидатов и или за партийные списки. Голосование за кандидатов. В том числе и в Израиле требуется повторное голосование в случае, если ни один из кандидатов не набрал большинства голосов, подданных при первом голосовании. Хотя граждане обычно голосуют только за кандидатов, в некоторых системах они голосуют только за партийные списки, а иногда у них есть выбор – предпочесть один из этих способов голосования или совместить оба. Число кандидатских голосов, то есть голосов, поданных за индивидуальных кандидатов, которым обладает каждый избиратель, может варьироваться от одного до полного числа всех конкурирующих кандидатов. Если избиратель обладает лишь одним исключительным кандидатским голосом, последний может быть отдан лишь тому кандидату, за которого он подан, и никогда не может быть использован для присовокупления к общему числу голосов, используемых при распределении парламентских мест. Такой способ голосования используется в англо-американских избирательных участках с одним представителем, а также в Антигуа и в Индии. И неисключительный кандидатский голос в дополнение к использованию его при подсчете общего числа голосов, поданных за того же кандидата, влияет также и на другие общие количества голосов при распределении парламентских мест. В современном мире существует три основных типа неисключительных голосов. 1. Передаваемый голос, который может быть передан в общее число голосов другого кандидата. 2. Копилочный в кавычках голос, который передается в общую копилку в кавычках голосов, поданных за ту партию, которой принадлежит получивший этот голос кандидат. 3. Расплавленный в кавычках голос, который может одновременно влиять на общее число голосов кандидатов, баллотирующихся на две или больше должностей. 4. Система передаваемых голосов, называемых также предпочтительными голосами, применяется в Австралии, Ирландии, Мальте, Кембридже, Массачусетсе и ряде других мест. 5. Как и при выборах по участкам с одним представителем, применяемых в США и Великобритании, выборы проводятся по участкам с одним представителем, но от избирателя требуется пронумеровать всех баллотирующихся кандидатов от первого до последнего. 6. Подсчитывающий чиновник вначале сортирует все полученные бюллетени для выяснения, какой кандидат назван первым. 7. Если на этом этапе один из кандидатов набрал большинство всех голосов, то он объявляется избранным. 8. Если нет, то кандидат, набравший наименьшее число первых мест, объявляется проигравшим. 9. Затем голоса, поданные за проигравшего кандидата, переводятся в пользу того кандидата, которого сторонники проигравшего назвали вторым по степени своего предпочтения, и снова проверяется, набрал ли кто-либо большинство голосов. 10. Этот процесс продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не оказывается набравшим большинство и объявляется победителем. 11. Это имеет значение для Израиля, так как система предпочтительных голосов позволяет малым партиям документировать их вклад в успех больших партий. 12. Это дает возможность даже партиям, никогда не получающим своих собственных мест, играть значительную роль. 13. Фактически, при помощи карточек, объясняющих, как голосовать, поощряя своих сторонников распределять определенным образом кандидатов, следующих за первым, малая партия может оказывать решающее влияние на определение того, какая из больших партий возглавит правительство. 14. Система копилочных голосов, применяемая в Финляндии и Польше, тоже может представлять интерес для Израиля. 15. Вот как это работает в Финляндии. Избиратели опускают свои бюллетени за индивидуального кандидата. Но после этого их голоса попадают в копилку, в кавычках, поскольку кандидаты объединены партийным списком. 15. Парламентские места распределяются между списками, еще до того, каких представляют отдельным кандидатам. 16. Это распределение происходит на основании общего числа голосов списка, полученных отдельными кандидатами, принадлежащими к этому списку. 17. Обратите, однако, внимание на то, что в отличие от Израиля, в Финляндии партийные списки не жесткие, поскольку избиратели голосуют за индивидуальных кандидатов. 17. Но станет ли индивидуальный кандидат депутатом парламента, зависит от общего числа голосов, полученных его партийным списком, а также от числа голосов, полученных каждым отдельным кандидатом в этом списке. 18. При «расплавленном голосе», применяемом в Уругвае, Боливии и Гондурасе, избиратели бросают один бюллетень, который включает кандидата на должность президента, а также кандидата в Сенат и в Нижнюю палату парламента. 18. Раздельное голосование, при котором избиратель может поддержать кандидата от одной партии на должность президента, голосуя при этом за кандидатов от другой партии в Сенат и Конгресс, как в США, становится таким образом невозможным. 18. Раздельное голосование стало возможно в Израиле в 1996 году, когда впервые премьер-министр был избран народом. 18. Избиратели могли тогда выбрать кандидата в премьеры от одной партии, голосуя при этом за другой партийный список в Кнессет. 18. Именно по этой причине религиозные партии набрали 23 мандата в тех выборах, на 7 больше, чем в 1992, а в 1999, как мы видели, религиозные партии получили 27 мест. 18. Причина этого в следующем. 18. До 1996 года многие избиратели, которые идентифицировали себя США или Мавдал, национально-религиозной партией, отдавали свои голоса Ликуду только потому, что они боялись победы рабочей партии, 18. Либо по причине ее секулярной ориентации, либо из-за политики территории в обмен на мир. 19. Отвлечемся на минуту. 20. Совершенно изумляет, здесь проявляется качество высшего образования в Израиле, что депутат от рабочей партии, политолог Йоси Бейлин, поддерживал идею всенародных выборов премьер-министра Веря, 21. При прежней системе президент Израиля поручал формирование правительства лидеру той партии, у которой было больше шансов обеспечить себе большинство в Кнессете. 21. Стремя снова ограничить власть религиозных партий, новоиспеченные сторонники старой системы выборов премьер-министра заявляют, что возврат к старой системе восстановит политическую систему контроля и равновесия ветвей власти. 22. Сноска. Такова позиция Абы Эбана в статье «Катастрофический процесс» «Джерузалемпост. 10 июля 1998 года». В ней он пишет «Прямые выборы премьер-министра нарушили всяческие принципы благопристойного международного порядка». 22. Замечательная несуразица. У Эбана даже хватило дерзости заявить, что пока в Израиле сохраняются прямые всенародные выборы премьер-министра, Израиль не имеет права называться демократией. 23. Конец сноски. Правда, сейчас для того, чтобы сбросить правительство при помощи вотума недоверия, требуется 61 голос, абсолютное большинство депутатов Кнессета. А при прежней системе это можно было сделать любым простым большинством. Но при этом следует помнить, что ни одно правительство, будь то Ликут или Авода, никогда не было сброшено при помощи вотума недоверия. 23. Сноска. В 90-м году было сброшено правительство национального единства, когда в своем неудавшем состремлении прорваться к власти, глава рабочей партии Шимон Перес подбил шас выйти из национальной коалиции. 24. Конец сноски. Возврат к старой системе будет вершиной абсурда. До выборов 96-го года было достаточно трудно сформировать правительство, когда рабочая партия, например, набирала более 40 мандатов. Но, как мы видели в выборах 99-го года, эта партия сумела получить всего лишь 23 мандата. И хотя премьер-министр Барак получил 56% голосов во всенародных выборах, включая, правда, 95% арабских голосов, ему было чрезвычайно трудно сформировать устойчивое большинство в Кнессете. Фактически, для создания своей разношерстной коалиции он вынужден был расширить правительственный кабинет с 18 до 22 министров. Из этого видно, что ни старая система, ни нынешняя не являются жизнеспособными. Обе барахтаются в трясине неразберихи и коррупции, являющейся результатом израильской парламентской системы. Эта система, не имеющая региональных или народных выборов, с низким электоральным борьером и произвольным распределением мест среди депутатов, приводит к тому, что многие политические деятели являются не более чем ищущими работу функционерами. В самом деле, жесткие партийные списки превратили Кнессет в Синекуру. Поэтому, несмотря на то, что Шимон Перес ни разу не привел свою партию к победе на выборах, этот старец все еще заседает в Кнессете. Несомненно, если бы в Израиле существовали личные прямые выборы, его давно бы уже отправили на покой. То же самое можно сказать о ныне покойном и оплакиваемом Ицхаке-Рабине. Именно в этом причина и трагедия, загостеневшей и в основе своей недемократичной политической системы. Система жестких партийных списков, лежащая в основе самоувековечивающейся олигархии, Вот главная причина болезни Израиля.